На притоке Десны на реке Навля расположился одноимённый посёлок. Основали его более ста лет назад в связи с большим строительством Московско-Киевско-Воронежской железной дорогой. А чего же такое название Навля? Есть предположение, что произошло оно от древнеславянского слова «нава», то есть русалка. Навы, мавьи, навьи, по-разному русалок называли славяне. Возможно, очень давно здесь и обитали юные девушки, одетые в белоснежные или зелёные рубахи до пят с длинными рыжими волосами. По крайней мере, об этом можно рассказать детям. Навлинский район был сформирован в составе Брянского округа Западной области РСФСР в 1929 году. На тот момент в составе района более 200 населённых пунктов, где проживало порядка 54 тысяч человек. Навлинский район расположен в юго-восточной части области. На востоке он граничит с Карачевским районом, частично с Орловской областью, на юге с Брасовским и Суземским, на западе с Трубчевским, на севере, в Иганическим и Брянским районами области. Территория более 2000 километров. Числость населения 26 739 человек. Много полезных ископаемых в районе. Это и торф, и керамическая глина, и фосфориты. Огромное богатство Навли – вода, но о ней чуть позже. Брянский кирпичный завод. В Навли предприятие работает с 1998 года, и ни разу за это время производство не останавливалось. Здесь непрерывно изготавливают керамический кирпич – светлый, красный и коричневый. Производительность – 20 миллионов штук кирпича в год. Все производство сосредоточено в одном цехе. Есть дополнительный склад сырья и вспомогательное производство. Горанж, саннаторная подстанция, котельная. Мы продаем кирпич по всей России, Казахстан, Белоруссию, ну и другие регионы России. Почему же Навлинский кирпич везут не только по России, но и в другие страны? Все просто. Соотношение цены и качества покрывает большие расстояния. На предприятии трудится 118 человек. За сутки эти ребята обеспечат 48 тысяч штук кирпича. Вообще здесь полный цикл производства. У завода три карьера, где добывают глину, потом ее обрабатывают, а здесь уже нарезают, обжигают и сортируют. А это уже завод «Промсвязь». Предприятие с историей. Зашумели станки здесь еще в 70-м году. Тогда это был завод по капитальному ремонту спецавтомобилей для Министерства связи СССР. В 80-е годы производили здесь оборудование для строительства кабельных линий связи. Очередной виток завода был. Это три года назад. Вот в 2014-2017 году мы сменили практически все. Ну, 90% оборудования было заменено. Это как станочный парк, универсальные станки, фрезерный парк, расточные станки. Было приобретено около 20 единиц станков ЧПУ. Построен сварочно-заготовительный цех. Построен сегодня и ведутся работы монтажные по цеху малярному. Сейчас здесь производят различные металлические изделия. В основном это гособоронзаказ. Во все времена, даже в нелегкие 90-е, завод не прекращал свою работу. В 2016 году «Промсвязь» вошел в десятку лучших машиностроительных предприятий по выпуску продукции. Помимо оборонки ведется сотрудничество с навлинскими и брянскими предприятиями. Это Добронравов Агро, Брянский аэропорт, Стальзавод, 192-й завод, Амкадор. Уникальное производство есть в Навле. Ученый Александр Тимаков выбрал именно местные источники для производства, как он говорит, настоящей целебной воды. Здесь выпускается, разливается уникальная легкая вода. Торговая марка «Лангвей», которая запатентована. Это вода, которая имеет полезные свойства для организма и служит профилактикой сахарного диабета, онкологических заболеваний. Это непростая вода из артезианской скважины. Сырье проходит две стадии очистки. Первая стадия – производство так называемой легкой воды. Ее делают в Ленинградской области. Здесь уже происходит смешивание с Навлинской водой для производства конечного продукта. Для такого производства была разработана и запатентована уникальная установка, которая и делает воду ни на что не похожим лечебным продуктом. Это уникальное оборудование, которое под силой выпускать всего двум-треум странам в мире, включая Россию. Целебные свойства воды не раз подтверждались многочисленными исследованиями. Причем порядка 80 исследований сделаны за рубежом по противораковым свойствам такого лангвея. В Европе уже выпускается лекарство от рака животных на базе этих разработок. Там же проходит последняя стадия клинических испытаний для регистрации воды лангвей для людей. Я приведу только один пример. Проведено клиническое исследование, двойное слепое, плацебо-контролируемое, то есть так, как проверяет лекарственное средство. Суть исследования была очень простая. В группу, которая болела раком четвертой стадии с метастазами, в дополнение к лечебным процедурам была введена в рацион такая вода. В результате, в контрольной группе, где люди проходили только стандартное лечение, через год умерло 9 человек, а в группе, которая принимала легкую воду, только один. При этом люди пили эту воду 4 месяца. А если бы они пили постоянно? Сейчас главная перспектива Александра Тимакова – это признание его воды лекарственным средством. Сельскохозяйственные угодья Навлинского района занимают 68,5 тысяч гектаров. Сейчас гордость аграрной Навли – несколько крупных предприятий. Одно из них – Добронравов Агра. Из овощной группы представлен картофель. Под эту культуру в хозяйстве 2000 гектаров. 8 тысяч гектаров в хозяйстве под зерновые. Это соя, рапс, кукуруза, пшеница. Добронравов Агра – хороший пример сельскохозяйственному бизнесу области. Давно предприятие сотрудничает с крупными торговыми сетями. Продукция отправляется и в Москву, и в Санкт-Петербург. Есть, конечно, и планы. Ежегодно мы строим картофельохранилище, потому что мы работаем с компанией «Фриталэй». Контракт увеличивается. Следовательно, похоронения надо для них закладывать больше. И чтобы еще работать с сетями розничными, нам приходится строить дополнительные ангары под продовольственные картофели. Также дополнительно мы добавляем холодильное оборудование, чтобы хранить его до июля месяца. И по зерновым, если смотреть, как я и сказал, уже строим элеватор, чтобы продавать качественную кукурузу или качественную пшеницу. Потому что если ее не сушить, то это фураж, а это стоит копейки, и на этом заработать тяжело. Еще одно крупное предприятие Навлинского района – КФХ «Гордеев». Александр Степанович начал делать бизнес на земле в 2001-м. Здесь раньше было обанкротившееся хозяйство. В 2004-м году «Гордеев» начал поднимать и эти места. Не было ни кормов, ни молока. Дойного стада набиралось чуть больше 30 голов. Было одно – долги. Шли годы. Вместе с хозяйством крепчала и вера в успех предприятия. Сейчас у нас дойного стада 210 голов. Желал бы хотя бы до 400-500 голов. Это по дойному стаду. Всего в хозяйстве 595 голов крупного рогатого скота. В том году надоели мы 798 тонн молока. Это вышло где-то на корову 3950, ну, где-то около 4000 тонн. Предприятие не стоит на месте. Планируется закупить племенных коров, увеличить надои. Недавно «Гордеев» своими силами построил кормоцех. Купили смеситель, дробилку. Плюс в том, что я могу дробить разное зерно, смешивать пропорционально, добавлять добавки различные. И там есть электронные веса. И по весам выдавать по голове. Коровам, например, один, одну смесь, бокам другую, теляткам третью. Кормовая база у «Гордеева» своя. Это и пшеница, и ячмень, и овес, и многие другие культуры. Мы возрождаем и отрасль народного хозяйства, для того, чтобы работа привлекала людей, для того, чтобы работа позволяла им оставаться здесь и трудиться дальше, воспитывать детей и содержать свои семьи. В этом году в окрестностях села Олешенко, в Олешинском поселении, введено в оборот свыше 600 гектаров сельхозугодий. Мы видим, что земли перестают пустовать. Мы видим, что вырубаются заросли, кустарники, деревья. И мы занимаемся сельхозпроизводством. В этом году в Олешинском районе вообще значимо очень получен урожай, которого не было никогда и в советские времена. Самые крупные урожаи были получены в 1987 году. По зерновым культурам мы тогда имели 35 тысяч тонн. В этом году мы перевалили рубеж в 38. Это не предел. Отрадно смотреть, что сельским хозяйством у нас занимаются не только передовики, таких, которых знают только на Брянщину, но по всей России, такие, как Добронраво Дмитрий Константинович. Но за ним уже начинают подтягиваться и местные фермеры, такие, как Осиков, Шаманский, Гордеев, Латиков, берут с него положительный пример, слышат то, что говорит нам сегодня губернатор, учатся у них и дают уже замечательные результаты. Образование Навлинского района шагает в ногу со временем. Это современное инновационное учебное заведение. Сейчас в гимназии номер один учатся более 500 детей. Наши ученики занимают на региональном и российском уровне призовые места, становятся победителями различных конкурсов и соревнований. Хорошие результаты показывают наши выпускники на государственной итоговой аттестации. В прошлом году из 27 выпускников 9 из них получили аттестаты с отличием и медали за особые успехи в учении. Здесь работают специалисты с высшей квалификацией, заслуженные учителя, почетные работники общего образования, лауреаты областного конкурса «Учитель года». На базе гимназии создано движение юных патриотов, которые 8 лет подряд занимали призовые места на областных финалах «Дюб». Два раза Навлинская гимназия представляла область на всероссийских соревнованиях движения юных патриотов. Самые маленькие в школе учатся ориентированию в городе правилам дорожного движения с помощью детских конструкторов. Ну а старшие классы вовсю изучают робототехнику. Богата Навлинская земля умельцами. Вот какие рушники вышивает Галина Ивановна. Рукоделием мастер занимается всю жизнь. В годы моей юности не было ни телевизора, ни радио. Даже радио не в каждом доме было. А свете даже говорить нечего. Была коптилка. Даже со стеклом лампы или вообще без стекла. Ну чем было можно заниматься в деревне? Женщины вышивали, сидели и мы, подростки, около них. И вот я научилась этому рукоделию. А это работа другого Навлинского мастера. Не сразу поймешь, из чего сделана эта сова. Оказывается, простая бумага, только специально скрученная и обработанная. В общем, фантазия местных мастеров широка и необъятна. Красоты Навлинских земель привлекают туристов со всей России и других стран. Загородный клуб «Журавка» – дивное место у озера, окруженное лесами. Оказавшись здесь, становишься частью природы. Чистый воздух, резвятся породистые лошади. Есть в «Журавке» белки, кролики, экзотические козы. В озере плавают утки и лебеди. В общем, настоящая гармония с природой. Загородный клуб «Журавка» основан изначально на его цель, как место семейного и детского корпоративного отдыха. Основная задача была место, где могут дети и родители пообщаться с животными, пообщаться с различными видами птиц, посмотреть различные растения. Гости, когда приезжают, просто покормить, пообщаться с лошадьми. Потому что лошади – это те животные, которые отдают энергию. Поэтому после общения с ними люди себя даже по-другому чувствуют. Есть специальные лечебные программы – это ипотерапия, которая основана именно на общении с лошадьми. Есть экскурсии на лошадях, где дети могут просто покататься, как и взрослые, могут покататься верхом, могут покататься в фаэтоне, в карете, конные прогулки по территории и к памятным местам Навлинского района. Например, парк-музей Паустовского у нас есть экскурсии. Навлинский район сегодня – динамично развивающийся организм с перспективным образованием, большими библиотечными фондами, заводами и сельским хозяйством. И все это делают люди – главное достояние Навлинской земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова